Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина – самое важное». У микрофона Данила Гальпирович и Алексей Горбачёв. В этом нашем выпуске мы расскажем о том, как идёт украинское контрнаступление, расскажем о последствиях разрушения плотины Каховской ГЭС. Также будет много дипломатии по традиции, потому что много происходит дипломатических контактов, связанных с Украиной. Ну и, кроме этого, поговорим о репрессиях против тех, кто выступает против войны в России. Начнём же, как всегда, с самой Украины, с обстрелов, ситуации на поле боя. Лёша, привет, тебе слово. Данила, привет! Судя по сводкам Генштаба ВСУ, на линии фронта идут тяжёлые бои. Украина атакует на Запорожском и Херсонском направлениях, а также на западе Донецкой области. Россия пытается наступать на Бахмутском, Марьинском, Лиманском и Авдеевском направлениях. Сообщается, что за прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений. В ВСУ говорят, что армия Украины освободила ряд населённых пунктов в Запорожской и Донецкой областях. По данным Американского института изучения войны, украинские войска также продвинулись примерно на полтора километра в ходе наступательных операций под Бахмутом. По данным экспертов, Украина стремится провести атаку на подготовленные оборонительные позиции армии России. И это осложняется отсутствием превосходства в воздухе. Бен Ходжес, это бывший командующий американскими войсками в Европе, считает, что когда начнётся основная атака, в ней будут задействованы сотни танков и БНП. То есть, по словам Ходжеса, пока наступление явно началось, но речь не идёт о главной атаке. Как написал Ходжес в статье для Вашингтонского центра анализа европейской политики, когда мы увидим, что к наступлению присоединятся крупные бронетанковые соединения, тогда можно будет судить о том, что началась вот эта вот главная атака украинской армии, о которой много говорили в последнее время. Очевидно, что наступающая сторона, в данном случае Украина, несёт тяжёлые потери. Во всяком случае, именно о них сообщает международная пресса, в частности журнал «Экономист», со ссылкой на источник в Генштабе Вооружённых сил Украины, публикует информацию о том, что во время наступления в районе Орехова и Токмака, это населённые пункты в Запорожской области, значительные потери понесли украинские военнослужащие и в живой силе, и в технике. Украинские силы использовали в атаке на этом участке хорошо подготовленную 47-ю бригаду, но она столкнулась с очень серьёзными российскими укреплениями и средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, другие медиа сообщают, что вооружённые силы Украины потеряли 6 из 9 американских БМП «Брэдли», которые были задействованы в атаках под Ореховым. Ну, отчасти это подтверждает Минобороны России, хотя их сводкам доверять очень сложно. Они сообщали 11 июня, что в районе города Орехов в Запорожской области поражён пункт управления 47-й механизированной бригадой ВСУ. То есть, так или иначе, говорят и на Западе, и в российском Минобороне, что эта хорошо подготовленная украинская часть попала в довольно серьёзную переделку. Ну, это, в общем, ожидали очень многие и на Западе, и в самой Украине, что сопротивление России на оккупированных ею территориях будет очень серьёзным. В то же время Украина запрашивает дополнительную технику у Запада, в частности, заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник, бывший посол Украины в Германии, просит Германию предоставить больше танков немецкого производства. Он заявляет, что украинской армии, я сейчас цитирую Мельника, крайне необходимо гораздо больше западных боевых танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники. Каждый «Леопард-2» буквально на вес золота для решающего наступления. Ну, и он считает, что «Бундесвер» способен предоставить больше, чем 18 уже поставленных единиц техники из своих запасов. Он также просит Германию передать украинской армии ещё 60 боевых машин пехоты «Мардер». Надо сказать, что Андрей Мельник прославился в своё время, будучи в Германии, достаточно жёсткими заявлениями по поводу немецких политиков и так далее. Не в последнюю очередь из-за этого его перевели из Берлина в Киев. Ну, вот теперь он, собственно, просит у Германии технику. Надо сказать, что в немецком политическом эстеблишменте эти требования некоторые политики поддерживают. В частности, специалист по вопросам безопасности, политик Христианского демократического союза ХДС Родерих Кизоветтер сказал, что союзники должны были бы немедленно заменить всю уничтоженную технику, в том числе и боевые танки «Леопард» и бронетранспортеры, и доставить дополнительную технику. С аналогичным заявлением выступили в Великобритании глава оборонного комитета палаты общин парламента Великобритании Тобиа Селват в прямом эфире телеканала Sky News призвал союзников поставить больше военной техники, необходимой Украине для контрнаступления. Надо сказать, что в результате действий России в Украине люди продолжают гибнуть ежедневно. За прошедшие сутки Россия нанесла один ракетный, 36 авиационных ударов и 38 раз обстреляла Украину из ракетных систем залпового огня. Вот, Данил, ты упоминал город Орехов Запорожской области, и в результате ударов авиабомбами по этому городу были разрушены дома, коммуникации, и есть погибшие и раненые мирные жители. Кроме того, в Запорожской области россияне взорвали заградительное гидросооружение. Это привело к затоплению обоих берегов реки Мокрые Ялы. Об этом рассказал спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Украины Валерий Шершень. Также стало известно, что число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 10. Такую цифру назвал глава украинского МВД Игорь Клименко в эфире национального телемарафона. Он подчеркнул, что на правом берегу Днепра в Херсонской области погибли 8 человек, 2 человека погибли в Николаевской области, еще 42 человека считаются пропавшими без вести, из них семеро детей. Вот эти данные, которые были приведены, они касаются исключительно той территории, которая находится под контролем Украины, а информацию о погибших на левом оккупированном берегу Днепра еще предстоит проверять, сказал министр. Надо сказать, что разрушение плотины Каховской ГЭС влияет очень серьезно на Крым. В частности, об этом рассказывает разведывательный обзор Минобороны Великобритании. За воскресенье британские разведчики в Твиттере написали, что разрушение этой ГЭС серьезно повлияло на Северокрымский канал. То есть, понятно, что этот канал забирает воду из Каховского водохранилища, и теперь уже нет куда забирать эту самую воду, потому что Каховское водохранилище, собственно, спускается полностью из-за разрушения ГЭС. Понятно, что вообще доступность пресной воды на юге Херсонской области и севере Крыма теперь под большим вопросом, но, по мнению британской разведки, российские власти, вероятно, удовлетворят насущные потребности населения в воде с помощью других водохранилищ, нормирование воды, бурение новых скважин и поставок воды в бутылках из России. Но в то же время британцы отмечают, что и на контролируемом Украиной берегу, и на контролируемом России берегу Днепра местные власти, вообще жители сталкиваются с кризисом санитарии, есть, естественно, опасность перемещающихся мин из-за того, что сдвинулись минные поля, и, конечно же, последствия того, что произошло, будут тяжелейшими. И вот эти вот страшные последствия, о которых ты, Данил, рассказал, будут расследовать представители Международного уголовного суда в Гааге. Собственно, расследование уже началось, об этом сообщает в настоящее время со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского. Зеленский также добавил, что, я цитирую, очень важно, что представители Международного правосудия воочию увидели последствия этого российского теракта и сами услышали, что российский террор продолжается. Продолжается максимально циничными обстрелами затопленной территории, территории эвакуации. Это цитата по Зеленскому. Президент Украины пообещал способствовать расследованию Международного уголовного суда, и он заявил, что Украина предоставит Международному уголовному суду полный доступ к пострадавшим территориям, к свидетелям, всей информации, всем доказательствам. Я напомню, что прорыв плотины Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Украина, ЕС и Великобритания возложили ответственность за произожедшее на Россию. Киев, в свою очередь, заявил, что речь идет о подрыве конструкции изнутри в надежде остановить контрнаступление ВСУ. Российская сторона, в свою очередь, отвергает обвинения и называет прорыв Каховской ГЭС в преднамеренной диверсии Украины. Мы уже рассказывали вам об обстрелах эвакуирующихся украинских жителей, обстрелов российской стороной, когда обстреливали Херсон. Ну вот, это, в общем, было осуждено всеми, и я думаю, что Международный уголовный суд будет расследовать и это, насколько я понимаю, обстрелы мирных граждан, когда они эвакуируются из мест затопления. Это такое открытое нарушение обычаев ведения войны. Россия пытается отвечать подобными обвинениями, в частности, первый замруководитель администрации президента России Сергей Кириенко. Теперь уже говорит, что украинская сторона обстреливает места размещения людей, которые эвакуированы из зоны подтопления, возникшей из-за разрушения Каховской ГЭС. В общем, понятно, что Россия практически каждое обвинение Украины отзеркаливает. Вот сегодня Путин говорил на одной из церемоний, что я не понимаю, как же они обстреливают мирные объекты и так далее, возмущался. Конечно же, они все время создают параллельные нарративы, но факт в том, что и международными медиа, и международными организациями уже давно зафиксированы как раз российские обстрелы гражданской инфраструктуры в Украине, поэтому пытается Россия все время делать свои обвинения похожие. Если возвращаться к тому, что происходит в вооруженных силах обеих стран, то надо сказать, что между ЧВК Вагнер Евгения Пригожина и Минобороны продолжается очень серьезный скандал. Во всяком случае, именно отзвуками этого скандала очень многие объясняют наблюдатели решения Министерства обороны подписывать контракты с так называемыми добровольцами, то есть с какими-то формированиями, которые были присланы не армией российской, не Минобороны, а сформированы, скажем, регионами или тем же ЧВК Вагнер. Вот первый такой контракт Минобороны подписала с отрядом, который формировала Чечня, это, так сказать, отряд Ахмат, который был сформирован по личному распоряжению Рамзана Кадырова, и про его различные там похождения в Украине есть очень много разных сведений. Был конфликт и между чеченским руководством и Евгением Пригожиным, не только Пригожин ссорится с Сергеем Шойгу. Ну вот чеченцы подписали контракт с Минобороны, а Евгений Пригожин отказался. Он сказал, что его ЧВК не будет подписывать такой контракт, приказы Шойгу распространяются только на сотрудников ведомства и военнослужащих, но и он допустил, что после его отказа Минобороны может перестать поставлять вагнеровцам боеприпасы. В общем, все наблюдают за этим с таким, так сказать, большим интересом, потому что очевидно, что одной из основных боевых сил в Украине у России была ЧВК Вагнер. Дальнейшая ее судьба теперь, они и гадают очень многие, что будет дальше. При этом российские региональные власти сообщают, что регионы, в частности Белгородская область, по-прежнему, так сказать, подвергаются ударам с украинской стороны, то есть война вполне себе пришла на территорию России. Были выпущены артиллерийские снаряды по селу Журавлевка в Белгородском районе, это говорит губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По Шебекинскому городскому округу также выпускались снаряды и так далее. Очевидно совершенно, что российские приграничные регионы сейчас полностью на себе чувствуют все то, что заварила российская власть. На этом фоне международное сообщество по-прежнему пытается создать хоть какую-то безопасность на Запорожской АЭС, оккупированные Россией. И сегодня глава МАГАТЭ Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что отправляется с визитом в Украину и как раз на ЗАЭС. Я процитирую из твиттера Гросси. Я на пути в Украину для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Я представлю программу помощи в связи с катастрофическим затоплением после разрушения Каховской ГЭС. Я дам оценку ситуации на ЗАЭС и проведу ротацию персонала МАГАТЭ на станции вместе с его усилением. Так Гросси написал в твиттере. Понятно, что это целая серия международных усилий по помощи Украине, потому что действительно все равно нужно украинскую атомную электростанцию, даже оккупированной Россией, сделать как-то безопасной. Точно так же, как и помочь Украине экспортировать ее сельхозпродукты. По этому поводу сегодня высказывался генсек ООН Атонио Гутерриш. Сказал, что зерновая сделка, в общем, его беспокоит. Я напомню, это сделка в соответствии с которой Украина может вывозить свои сельхозпродукты за границу морем. И Россия все время шантажирует Украину и международное сообщество тем, что выйдет из этой самой сделки, перестанет ее соблюдать. Она требует, чтобы в обмен на действие этой зерновой сделки восстановили некоторым ее банкам, в частности Россельхозбанку допуск SWIFT. И некоторые другие, как Россия говорит, системные проблемы должны быть решены. Но вот очевидно, что Россия продолжит этот шантаж. Продолжая дипломатическую тему и тему международных институтов, другая важная новость в контексте поддержки Украины, это, конечно, и борьба за пост главы НАТО. Президент Джо Байден сегодня встречается в Белом доме с нынешним генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Я напомню, что он покидает свой пост в конце сентября. И вот эта вот встреча, она проходит на фоне усиливающейся конкуренции за пост главы военного альянса. Столтенберг, я напомню, возглавляет НАТО с 2014 года. Срок его пребывания продлевался трижды, но ранее он в этом году заявил, что в конце сентября покинет свой пост. И сейчас борьба за должность главы НАТО усиливается, поскольку в следующем месяце пройдет ежегодный саммит НАТО. Он пройдет в столице Литвы. И вот на прошлой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак напрямую обратился к Байдену с просьбой поддержать кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Кроме того, президент США встретился с еще одной потенциальной претенденткой на пост главы НАТО, премьер-министром Дании Метте Фредериксон. Отвечая на вопрос о выборах главы НАТО, Байден назвал Уоллеса очень квалифицированным, но отметил, что переговоры между лидерами НАТО о поиске кандидата на замену Столтенбергу продолжаются. Надо сказать, что мнение Байдена имеет огромный вес, поскольку США тратят на оборону больше, чем любой другой член альянса. Продолжая тему НАТО, сегодня Владимир Зеленский и президент Польши Андрей Дуда по телефону как раз обсудили приготовление к саммиту НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщило польское агентство ПАП. И согласно этому сообщению, они также обсуждали результаты саммита Бухарестской девятки в Братиславе недавнего и текущее состояние подготовки к вильнюскому саммиту НАТО. Об этом написал Зеленский, цитирую, закончился поздний, как всегда, продуктивный разговор с Анджием Дудой. Обсудили наши ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе. Мы понимаем важность решительных шагов альянса для обеспечения безопасности Украины. Надо сказать, что Дуда сегодня отправляется в Париж, чтобы встречаться там с президентом Франции Макроном и канцлером Германии Шольцем. И Польша, в общем, является очень таким серьезным сторонником быстрейшего присоединения Украины к НАТО. Так что он, скорее всего, будет выяснять их позицию и как-то пытаться на них воздействовать. Ну а Евросоюз пытается сделать механизм принятия решений менее зависящим от тех, кто иногда в одиночку блокирует целые пакеты санкций или финансовую помощь Украине. Видно, что многие страны уже склоняются к тому, чтобы решение там принималось не консенсусом, а большинством. Во всяком случае, вот только что в издании «Политику» опубликовали свою статью министры иностранных дел Бельгии, Германии, Испании, Люксембурга, Нидерландов, Румынии и Словении, где призвали к расширению применения в Евросоюзе голосования квалифицированным большинством по вопросам внешней политики. Это, в общем, прямой выпад в сторону Венгрии, которая блокирует очень часто самые разные европейские усилия по помощи Украине. Запад пытается прекратить эту войну экономическим давлением на Россию. Стоит отметить, что, несмотря на санкции, далеко не все западные компании ушли с российского рынка. Вот сегодня стало известно, что скандинавские компании стали бойкотировать продукцию известной американской компании «Монделис Интернешнл». Она давно работает в России и выпускает очень известные кондитерские изделия под такими брендами, как «Орео», «Альпенгольд», «Милка», «Таблерон», «Печенье Любилейное» и так далее. Но бойкот получается довольно значительный со стороны скандинавских компаний. Как отмечает «Рейтер», к бойкоту присоединились авиакомпании «Сасс» и «Норвейджи НР», железнодорожная группа «Эсджей», розничная сеть по продаже бытовой техники и судоходная компания «Фьордлайн», а также целый ряд других организаций. «Рейтер» отмечает, что американская корпорация имеет довольно сильное присутствие в Норвегии и Швеции через сеть местных производителей шоколада. Но вот в самой компании заявили, что в Норвегии они не продают продукцию российского производства и подчеркнули, что политика в ее отношении должна основываться на официальных санкциях, введенных западными странами. Ну, также в «Манделис Интернешнл» заявили о планах встретиться с норвежскими министерствами, чтобы объяснить свою позицию. Ну, а скандинавские компании, которые участвуют в этом бойкоте, заявили, что они прекратили продажу продукции «Манделис» после того, как украинское национальное агентство по предотвращению коррупции внесло американскую компанию в список международных спонсоров войны. Перейдем к российским новостям. Как ты, Данила, в начале выпуска и говорил, в России тех, кто выступает против войны, преследуют. И, собственно, россияне, выступающие против войны, зачастую платят за это своей свободой. И на международном уровне их мужественная позиция, конечно, замечается. В этом году лауреатами ежегодной премии Бориса Немцова стали пятеро российских политзаключенных, которые выступают против войны в Украине. Я хотел бы процитировать соучредителя фонда Жанну Немцову. Она заявила, что в России вообще любая поддержка Украины или любые высказывания против войны криминализированы, и люди получают реальные сроки. Я понимаю, что массовый протест всегда виден, а индивидуальный протест не видим, сказала Немцова, но тем не менее он существует. И мне кажется, что мы должны об этом говорить. В этом году премию Бориса Немцова получили журналистка «Рус-Ньюс» Мария Пономаренко. Ее приговорили к шести годам колонии за пост про удар российских военных по драмтеатру в Мариуполе. Активист Максим Лыбкань, он был арестован по обвинению в распространении военных фейков, опять же, за антивоенные посты в соцсетях. Учитель истории Никита Тушканов. Его приговорили к пяти годам и пяти месяцам колонии по обвинению в дискредитации армии России и оправдании терроризма. Также премию получил экс-сотрудник РЖД Михаил Симонов. Ему дали семь лет колонии по делу о военных фейках. Из-за постов ВКонтакте он писал про убийство женщин и детей в Украине российской армии. И премию получил кочегар Владимир Румянцев. Его приговорили к трем годам колонии, опять же, по делу о военных фейках, за создание радиоточки в своей квартире, через которую он рассказывал о войне. Также за размещение в соцсетях антивоенных постов. Ну и закончим мы сегодня на очередных усилиях по организации каких-то миротворческих миссий, каких-то переговоров. Спецпосланник Папы Римского Франциска, кардинал Матео Дзупи, планирует посетить Москву после своей поездки в Украину. Об этом сообщает итальянский телеканал «Рай». И, в общем, он говорит Матео Дзупи, что поездка в Москву является второй частью мирного плана, разработанного в Ватикане. Он уже побывал в Украине. Дзупи сейчас все это описывает общими словами, он говорит, главное для Украины это мир и справедливость. И, в общем, не может быть мира без справедливости. Без справедливости мир не будет длительным. Понятно, что это намек, конечно, на то, что ответственность Россия несет за то, что она сделала. И на это намекала сам Папа Римский Франциск. Но очевидно, что, так сказать, Святой Престол все равно пытается как-то посредничать. Пока непонятно, что на это ответит Москва, потому что раньше Дмитрий Песков говорил, что переговоров с представителем Папы Римского не запланировано. На этом мы заканчиваем сегодняшний наш выпуск подкаста «Украина. Самое важное». У микрофона были Алексей Горбачев и Данила Гальпирович. Пожалуйста, подписывайтесь на нас на платформах Google и Apple, а также можете слушать нас прямо на сайте «Голоса Америки». Большое вам спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok